...оккупировали лужники. Группа Короли Шут представляла в столице свою новую программу с угрожающим названием «Жаль, нет ружья». В логово панку Гара был заброшен специальный агент Ньюсблока. В пятницу вечера в среде московской интеллигенции принято посещать театры, кино и новомодные знаютели мюзиклы. Какая бабсня, поэтому мы решили пойти на концерт группы Короли Шут. Короли Шут решился на довольно смелую акцию организовать не просто концерт, а концерт-презентацию своего нового альбома «Жаль, нет ружья». Для нас новый альбом — это всё. Мы хотим его как можно больше играть. А когда звучит там порядка восьми новых песен на концерте, да, то и народ не знает, ну это не... Могут непонятнее. Немножко обламывают, но всё равно как бы встречают хорошо. Просто начинают слушать. А нам нужно, чтобы вот дрыгались. Концерт показал, что лицо нынешнего банка в России достаточно молодо. Основную аудиторию составляли тинейджеры 13 и 14 лет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Помниться, года полтора назад на этой же сцене в Лужниках выступал скутер. Так вот, народу было раза в четыре поменьше. Наверное, всё-таки фанк скорее жив, чем мёртв. Не надо смешивать рок и попсу, говорит в нашей заставке Горшок, один из участников группы Король и Шут. И в самом деле, эта питерская команда до сих пор остаётся одной из немногих групп, которая заслужила уважение фанатов тем, что не признают компромиссов по правилам шоу-бизнеса. И их новый альбом «Жаль, нет ружья» ещё одно тому подтверждение. В прошлый уикенд Король и Шут дали два больших концерта в московских Лужниках. А до этого они успели проехать по всей России. И везде их принимают как национальных панк-героев. Приобретя сумасшедшую известность, Король и Шут до сих пор ухитряются отклоняться от сомнительных предложений дружбы с попсой. Они не участвовали в рождественских встречах Аллы Пугачёвой, не пели дуэтом с Владом Сташевским, а получая премию «Овация», умудрились выйти за призом в дрызг пьяными и в майках с матерными надписями. Сколько я знаю, отзывы хорошие по этому альбому. Мы сами ему очень рады. Сами постоянно слушаем его в наушниках. Если кто-нибудь скажет, что это попса, я просто рассмеюсь. Да, в два концерта в Москве, Король и Шут продолжили свой гастрольный тур. В этот уикенд они выступают в Воронеже и Пензе. Правда, зачастую всё проходит не так гладко, как на концертах тех же попсовиков. Бывает, что в рядах милиции начинают, как бы, был случай, это, по-моему, в Белоруссии, если не ошибаюсь, мы в Питере побрызгали черёмухой, знаешь, в толпу. Ну, естественно, толпа тут же разбежалась, но это на нас тоже всё пошло. Конечно, ну, в душном, как бы, в душном помещении, в брызгой черёмухой, в народ. Жизнь питерских музыкантов вне сцены тоже не похожа на череду развлечений сытой столичной тусовки. В конце сентября в нехорошую историю попал поручик. Подонки не только отняли у барабанщика все инструменты, но и разрезали ножом мышцы руки. Было дело, ну, как бы, соответственно, мы вот у нас все ходили, проверяясь, с кем садишься в тачку. Там был такой развод дурацкий совершенно. Тем более с черными садишься. Да. Дурацкий развод, на самом деле, нам всем обидно за это дело. Сейчас их поймают, пойдём специально на них рожек посмотрим. Только посмотрим? И не только посмотрим. В новый альбом «Короля и Шута» вошло несколько совсем старых песен, написанных князем и горшком, когда им было по 16-17 лет, когда группа рождалась ещё под названием «Король Шутов». Название песен нового альбома вполне в духе «Короля и Шута». «Воло Сократ», «Защитник свиней», «Вдова и Горбун» и даже композиция «Вино хоббитов». Это совсем не дань киномози. Фильм им понравился, но Толкина, музыканта, уважали задолго до выхода картины. Я считал книгу, это для меня серьёзный фильм. Отличный фильм, на самом деле ждём сейчас вторую серию. «Король и Шут» не отказались бы и сами принять участие в записи саундтрека к очередной части «Властелина колец». «Скажем больше, мы бы даже снялись где-нибудь». «Роли для участников группы нашлись бы». «Конечно, вроде этих убыток, которые на конях скопают, если страшно. Властелина колец» «Нас гул его». «Нас гул его». «Нас гул его». «Нас гул его». «Нас гул его».